Из плена в больницу бывшим узникам боевиков нужна серьезная реабилитация. С ними уже работают медики и психологи. Гражданскими занимается столичный центр профилактической и клинической медицины, а бойцов отправили в главный военный госпиталь. Как себя чувствуют пациенты, расскажет Игорь Левенок. Иван Таренко пробыл в плену два года. Боевики обвинили его в диверсионной деятельности. В Донецке, как особо опасного преступника, его содержали в подвале здания бывшего управления СБУ. На допросах, говорит, всегда избивали. Сломали несколько ребер, отбили печень. Теперь парню предстоит долгий курс лечения. Там был задержан уже ихними спецслужбами. И избили, сломали, и отправили на УБОВ. Тапиком побьют, электричеством. Ивана и еще 40 человек из числа гражданских разместили в центрах профилактической и клинической медицины, государственного управления делами. Палаты комфортные, здесь уютно и чисто. Все лечение за счет государства. Наша установа забеспечена всеми медикаментами, которые необходимы, всеми специалистами и инструментальными, лабораторными методами обслуживания. Нарази никто не отмывался от обслуживания и ликования. А освобожденные военнослужащие находятся в главном военном госпитале. 18 в терапевтическом отделении, 6 в хирургическом. Врачи обещают, как можно скорее провести их полное обследование. Главный стан всех пациентов, которые были вчера, сегодня, вернее, госпитализованы, у нас, есть задовольный. Они проходят плановое обслуживание. Это будет один-два дни. Максимально быстро мы постараемся, чтобы они Новый год застрелили с родственниками. По словам медиков, проблемы у всех пациентов разные. Их кормили один раз в день. И из-за этого, из-за нарушения витаминового обмена, у них посыпались зубы. Ну, плюс травмы. Некоторые получили травмы головы. С утра все были осмотрены невропатологом. То есть, это понятное дело из-за травм полученных. Следующий это был психолог. Психологическое состояние, уверяют врачи, пока стабильное. Проблемы могут появиться позже. Врачи говорят, что большинство бывших заложников Новый год смогут встретить со своими семьями. Игорь Левенок, Екатерина Срывкова, Сергей Еременко, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер.